Вы знаете, мне кажется, что вы, уважаемые коллеги, всё слишком усложняете. Если бы вы потрудились спуститься в метро или постоять на остановке, если бы вы пообщались в деревне, на заводе, на фабрике с людьми, вы бы услышали очень неприятный для многих здесь провластных депутатов и экспертов месседж. Значит, часть людей, и я абсолютно искренне вам и честно говорю, соскучилась по Януковичу. Вторая часть людей сожалеет, что привела к власти негодяев ещё хуже, чем Янукович. И это не делает чести Януковичу. Разумеется, он неэффективный президент. Разумеется, он преступник. Разумеется, его нужно судить. Но те элиты, которые рыдернули Майдан и пришли на крови к власти, сегодня показали себя как такие же, как Янукович, или ещё хуже. Это первое. Второе. Давайте людям скажем правду, что суд в этой стране может выдвинуть обвинение Януковичу и довести процессуально до конца все этапы, только в том случае, если будет иметь политическую волю. Потому что каждый суд в этой стране карманный. Это суд Авакова, это суд Турчинова, это суд Народного фронта, Пашинского и где-то БПП и так далее. Всё контролируется сегодня исключительно этими новыми политическими элитами. И поэтому это всегда будет, Янукович, предметом торгов международных, внутренних и других. И никогда не изменив парламент, не перезагрузив полностью власть в стране, не сформировав новую геополитическую, внутренне политическую повестку, Янукович не ответит перед украинским народом.